У меня начался конфетный букетный период. Со мной. Да. Всем привет, друзья! С вами снова я, Энтон Нил, это очередной видео в канале. И добро пожаловать на праздничную неделю в честь Дня Святого Валентина. И, как вы, наверное, уже заметили, это серия видео. Почему бы и нет? Это праздник. Можно устроить небольшую серию видео, посвященную этому празднику. Поэтому, да, сегодня я, как обычно, начинаю делать то, что я, в принципе, и делаю силы на своем канале. Я жру какое-то дерьмо. Все говорят, что это просто потрясающе. Я сижу в недоумении. Поэтому, да, в сегодняшнем видео мы будем пробовать американские сладости ко Дню Святого Валентина. Так что, если вам стало интересно, давайте начнем. Это было очень неловко. Но это действие в туалетина, поэтому не можно. Это считается очаровательным. Кого я обманываю? И первая сладость на сегодня это вот такие вот конфеты, которые называются Sweethearts to Love Tiny Hearts. И их тут очень много. Я даже если вам посчитаю, сколько их здесь... Нет, мне, конечно, не промо. В смысле я буду считать. Тут где-то должно быть написано, сколько их здесь. Их тут 180 штук. Нифига ж себе. Я ж только за раз не съем. Мне кажется, многие знают, как выглядят эти конфеты. Такие маленькие сердечки, на которых написаны очень милые, приятные послания ко Дню Святого Валентина. Даже вот здесь написано, что здесь написано. И у них у всех есть, оказывается, вкусы. То есть, получается, есть клубника, виноград, зеленое яблоко, лимон, апельсин и Blue Raspberry. Blue Raspberry это, по-моему, ежевика, насколько я помню. И давайте, в принципе, пробовать. Потому что, если честно, я в последний раз такие покупал, когда я делал DIY ко Дню Святого Валентина. И это было аж в 2013 году. Если вам интересно, можете посмотреть. Я каждый год делаю видео ко Дню Святого Валентина. И да, мне кажется, у них не самый приятный вкус. Но мы попробуем все вкусы сегодня. Поэтому открываем. Я не знаю, видно, не видно. Но вот так вот, в принципе, выглядит эта штокенция. Поэтому давайте я просто буду вытягивать и пробовать. Это розовая конфета, на которой написано Ask Me, спроси меня. И какой она вкуса? Что это за вкус? Это клубника. Давайте будем пробовать. Ау. По-моему, у меня сломался зуб. Или коронка. Или это была моя челюсть. Не самая мягкая конфета, которую я когда-либо пробовал в своей жизни. На любителя. Я, может быть, съем таких пару штук, но не всю. Поэтому, наверное, я отдам это кмутой своих друзей. Или буду просто ходить и раздавать их. Я вот не знаю, рискать мне пробовать вторую, чтобы окончательно сломать себе челюсть. Поэтому давайте пробуем вот эту со вкусом апельсина. В принципе, да, на вкус различия, конечно, есть. Но они прям не совсем большие. Все конфеты сладкие. Довольно-таки приятные на вкус. Но раскусить их это огромная проблема, если у вас слабая челюсть. Это произошло очень странно и не очень приятно. Но вы меня поняли. Если у вас недостаточно твердые зубы, то вам лучше не есть конфеты. А так, вполне себе ничего. Следующее, что мы с вами попробуем, это вот такие вот печенья, которые называются розовый сахар. Что очень странно, конечно. Это довольно-таки странное название. Они без орехов. Орехов так тоже странно звучит. Что с моей речью? Но, в общем-то, они тоже конец этого литина. Поэтому у них такая вот интересная упаковка. Поэтому давайте пробовать. Но на вид они вполне себе ничего. Даже сейчас вам покажу, как это... Если я открою эту коробку, конечно. Потому что... Ну, черт возьми, кто так запаковывает сладости? О, есть! Открыл! Вот, как оказалось, внутри находятся вот такие вот небольшие пачки с печеньями. У них 4 штуки. И выглядят, в принципе, они вот так. Вот у меня, конечно, печенье сломалось. И я думаю, это будет очень много крахмала. Вот, в общем-то, вот так вот выглядит это печенье. Оно в разрезе, в профиль. Не знаю, как вообще вам его показать. Поэтому давайте пробовать. Знаете, на самом деле, достаточно вкусно. То есть, у меня нет никаких особых претензий. Мне очень нравится печенье. Это мои любимые сладости, не считая шоколада. И, в принципе, достаточно приятно на вкус. Сладко. Что, в принципе, ожидаемо. Вот этот сахар розовый. Он немножко неприятен на вкус, потому что ты его буквально-таки чувствуешь. Но кому что нравится, поэтому тоже еще одна сладость на любителя. Хотя я знаю, что вот этот сахар, он, конечно, сладкий для того, чтобы придать, скажем, атмосферу Дня Святого Валентина. Поэтому простительно. Еще одна сладость, которую мы с вами попробуем, это вот такой вот сникерс. Мне кажется, это будет, скорее всего, обычный сникерс. Но он вот такой вот красивой обертки. Такой красивой пачки в виде сердца. Таден-таден. И, в принципе, да, мне кажется, это реально будет обычный сникерс. Я просто надеюсь, что это будет не обычный сникерс. Если у меня будет что-то новое, что-то красивое. Вот так выглядит эта упаковка. И напоминает мне она, если честно, лунную призму. Лунная призма. Дай мне силы. Внутри находятся несколько маленьких сникерсов. И они, в принципе, выглядят вполне себе как-то праздничные, я надеюсь. Что у них там внутри будет? Сейчас узнаем. Как я, в принципе, и думал, внутри находится обычный сникерс. Ничего у него примечательного нет. Ни каких-то примесей или чего-то еще. Ни каких-то дополнительных ингредиентов. Просто красивая упаковка. Но внутри обычный сникерс. Почему это прозвучало так очень в тему? Особенно про людей. Снаружи красивая упаковка, а внутри обычный сникерс. Запишите там мои цитаты. Следующий красивый пакетик называется Sweet Tarts. И, как мне кажется, это Марвелад, который называется Hard Gummies. Паковка выглядит вполне себе ничего. Красиво. Приятно. На общем, тоже очень приятно. Будто держу что-то очень мягкое. Реальное сердце. Так, это мои замашки после просмотра Ганнибала. Опустим это. Внутри этой пачки нас ожидают вот такие вот маленькие сердечки в сахаре. Они из мармелады. Я просто уверен, это на 100%. Но мне интересно, какие они все-таки на вкус. Честно признаюсь, не тот вкус, который я ожидал. Я ожидал что-то сладкое. Что-то очень такое, знаете, притерное. Такое прям сладко-сладко-сладкое мармеладное. Но на самом деле очень похоже на... Знаете, есть такие червячки тоже мармелады. Они кислые. Вот тоже похоже на вот это вот. Мне лично очень нравятся кислые сладости, поэтому... Определенно. Плюс. Следующая конфетка находится вот в такой вот маленькой опаковке. И называется она красный бельвет. И что это у нас? Это у нас маршмеллоу. Это зефирка. И, если честно, я никогда еще не пробовал зефир в своих сладостях. Поэтому давайте посмотрим, что это такое. Потому что опаковка достаточно интересная. Очень текучий, очень неприятный, очень странный вкус. Такое ощущение, что я какой-то пластик пережевываю. Простите меня, но это ужасно. Следующее, что я попробую, это вот такие вот конфеты, которые называются... Bratches. И, в принципе, это Jelly Beans. Jelly Beans это... Как это вам описать? Это конфеты. Это что-то похожее на Skittles, в общем, по идее, должно быть. Так что я надеюсь, что это будет меньше похоже на Skittles. И будет больше что-то оригинальное. Потому что здесь тоже, опять же, какие-то надписи. Типа поцелуи, обними меня, мир, любовь, скучаю по тебе, ты крутой и так далее и туподобное. Ну, конфеты под меня. Конфеты как смысл жизни. Внутри рассуждают целый выбор разных цветов и форм, и размеров, и туподобное. И чем-то они похожи все на бабы из Гарри Поттера. Вот эти вот тоже очень странные все. Я надеюсь, на вкус там не будет никаких пометов, или травы, или мыла. Ну, вот эта белая конфета, на которой написано. Ты любая всей моей жизни. Прямо порадовала конфетка. На вкус похоже на вот эти конфеты из Гарри Поттера, только сама сладость более-менее сладкая, нежели те конфеты из Гарри Поттера. Что-то интересно. Я не могу понять, что это. Мне кажется, это клубника или что-то, какая-то ягода. Но раз уж день цветового Валентина, то давайте я попробую символичную розовую. Да, судя по всему, у них у всех разные вкусы. Вот эта уже более-более сладкая, нежели предыдущая. Но мне все же нравится, поэтому, да, определенный плюс. Вот эта сладость я уже показывал в одном из своих предыдущих видео, пробуем американские сладости. И там это были обычные Junior Min's без вот этого сердца и без чего-то еще. Это были просто обычные мятные Junior Min's. Но тут я решил тоже попробовать, поэкспередентировать. И, в принципе, они должны быть с чем-то внутри. Поэтому будем пробовать. Но я надеюсь, это тоже что-то уникальное, потому что, ну, я больше не буду покупать сникерсы. Ну, сразу ясно, что они будут в форме сердец. И они, в принципе, вот такие вот черные, как и мое сердце. Поэтому я буду просто пробовать. А вы пока наслаждайтесь этой неудачной жуткой. Как мы с друзьями уже раньше говорили, на вкус это мятная пережеванная жвачка. Но теперь она еще более сладкая. Не знаю, как я к этому отношусь. Что-то как-то вот так вот. Как-то не знаю. У меня очень смешанные мнения об этой конфете. Но мне кажется, некоторым понравится, кому-то не понравится. Поэтому у всех свои вкусы. Но давайте пока плюс-минус. Как-то так. Какой Валентинов день без шоколада. Поэтому, да, будем пробовать шоколад. Коди святого Валентина с клубникой. Это шоколад фирмы Джирадели. Я обожаю этот шоколад. Я особенно люблю у них шоколад, который такой большой, плиточный. Со вкусом карамели, которая еще и соленая. Это для меня просто рай. Но минус в том, что большие плитки этого шоколада стоят достаточно дорого. По-моему, 8, то ли 10 долларов. И для шоколада, поверьте, это очень дорого. Даже если на русский курс перевести, что это... У-у-у. Пока мы все вместе плачем о курсе рубля. Давайте я просто попробую шоколад. А их там целых две штуки. О, круто. Просто и вкусно на самом деле. Потому что горький шоколад. Вот, знаете, терпкий такой горький шоколад. И внутри есть такое небольшое клубничное желе, что создает просто отличное сочетание для шоколада в день святого Валентина. Поэтому, да, определенный плюс. Последнее, что я сегодня попробую, это вот такая конфета, которая называется Кайл Кюрис. И на ней, так скажем, изображена обезьянка, у которой на сердце здесь написано, давай сойдем с ума. Ну, давай, раз уж ты хочешь. You drive me crazy, как говорится. Чистейший молочный шоколад. Вы знаете, я обожаю молочный шоколад. Я вообще люблю шоколад. Вот, для меня это определенный плюс. Для кого как. Но, я бы не стал, наверное, тратиться на такую салость, потому что это все-таки шоколад. Можно просто купить обычную плитку шоколада, но все же это день святого Валентина. И вот такой приятный подарок можно получить за небольшую сумму денег. И я думаю, что это определенный плюс. И да, на сегодня у меня все, надеюсь, вам понравилось это видео. Если да, то я очень этому рад. Я поздравляю вас с наступающим, с наступившим, с приходящим днем святого Валентина. Желаю вам всего самого-самого наилучшего. И да, напишите мне внизу, что вы любите делать день святого Валентина. Если вы празднуете этот праздник, если вы не празднуете, то задницу эту хрень. И да, с вами был я, Антон Илла. Главное помнить себя, стать все время себе и удачи вам во всех ваших начинаниях. Я вас очень-очень-очень сильно люблю, поэтому да. Ну, чем моя магия не работает? Ну-ка, давайте. Раз, два, три. Продолжение следует...